Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, начался с внесения флага России и копии Знамени Победы к подножию памятника солдату в селе Перемилово. В нем приняли участие ветераны, школьники и кадеты Дмитровского городского округа и Москвы, военнослужащие и духовенство. Открыла митинг заместитель главы округа Елена Виноградова. Мы должны быть достойны подвигу советского народа. И сегодня весь мир должен быть благодарен тому, что спас мир от коричневой чумы. Нашему народу слава, подвигам слава и пусть всегда будет добро, мир и свобода. С праздником! 28 ноября 1941 года немецко-фашистские войска, действовавшие на Дмитровском направлении, используя численные превосходства в живой силе и технике, захватили Яхраму, форсировали канал имени Москвы и закрепились на его восточном берегу. Их встретили воины 1-й ударной армии генерала Кузнецова и 2-го декабря отбросили фашистов за канал. Уже через неделю была освобождена Яхрама. А к 10 декабря весь Дмитровский район. Это был перелом в ходе войны. Именно отсюда советские войска под командованием наших полководцев Рокоссовского и Лилюшенко начали победное контрнаступление. Приветствовал участников митинга представитель Департамента образования Москвы Сергей Бабкин. Для системы образования, для обучающихся слова Родина, Отечество, это не пустые слова. И поэтому самая лучшая передовая часть молодежи города Москвы, города Дмитрова, Яхрама сегодня находится здесь. Это кадеты, юноармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов. Для нас очень важно, что эта память сохраняется в наших сердцах. Каждый из этих ребят готов к служению Отечеству, выполнить свой долг под защитой Отечества. Слова, связанные с защитой Родины, именно на этом месте, очень ценные и важные. В 1966 году, в год 25-летия битвы под Москвой, на Перемиловской высоте был установлен памятник солдату. Он стал символом победы и освобождения нашей земли от фашизма. Слышишь, солдат, поднимись, видишь, для всех нас и в душе, и в мечте, ты жив, ты рядом. И вот-вот постучишь в окно или дверь своего дома через года. Тебя, пройдя огонь и дым, спасу я подвигом своим. Потомки, внуки, правнуки и дети, теперь вы за Родину в ответе. В ноябре-декабре 1941 года на Перемиловских высотах в жестоких боях погибли сотни наших бойцов. Первые могилы солдат появились у стен Вознесенского храма. Ежегодно в церкви поминают погибших в годы войны солдат и офицеров местных жителей. За усопших помолился настоятель Вознесенского храма священник Анатолий. После выступлений участники митинга возложили венки и цветы к памятнику. По сложившейся традиции после окончания митинга на Перемиловских высотах состоялась реконструкция эпизода боев. Ее подготовили Центр живой истории «Китишград» и Клуб реконструкции «Загорчанин». В реконструкции ребята постарались передать суть подвига советских солдат, которые ценой своей жизни не подпустили врага к Москве. Мы уже здесь не первый раз, мы делаем небольшую реконструкцию как раз вот начала битвы под Москвой, как раз тот момент, когда немцев задержали у самой Москвы. Вот на этой высоте, на Перемиловске было одно из важных сражений, когда вот... Собственно, высота тема интересна, что она высота, и простреливались позиции, и наступающие немецкие части. Немцы пытались хитрить, высаживали десант, переодетых в красноармейцев, но наши их вовремя распознали и, собственно, здесь удержали эту высоту. Вот у нас сегодня студенты медицинского колледжа, у них вторая реконструкция в жизни вообще, то есть ребята подтягиваются. Это интересно, потому что это не только память, это еще дает заряд адреналина и какой-то новый взгляд на современность. Зная прошлое, можно планировать будущее. Это не пустые слова, это факт. После митинга на Перемиловских высотах торжественные мероприятия перенеслись в деревню Степаново под Яхромой, где школьники и ветераны почтили память воинов на братской могиле и согрелись солдатской кашей. Субтитры создавал DimaTorzok